Возведением новой станции Самарской подземки специалисты метростроя занимаются круглосуточно. Основной фронт работ по-прежнему разворачивается на улице Галактионовской. Сейчас здесь заканчивают разрабатывать стартовый котлован и устраивать его крепление. К концу недели готовность фундамента составит 86%. В будущем в котловане разместят в тоннеле проходческий комплекс. Отсюда он пробурит путь от Театральной в направлении Алабинской. Чтобы установка для создания тоннеля смогла свободно начать движение от стартовой точки, строители возводят специальное бетонное ложе на дне котлована. В эту конструкцию подают бетон с помощью специальных насосов. Автобетонные смесители подъезжают под бетонные насосы. Насосы перекачивают в конструкцию бетон. Заливка идет непрерывно и она будет идти, пока не закончена полностью конструкция. Специалисты продолжают трудиться и за пределами зоны метростроя. Параллельно занимаются переустройством инженерных коммуникаций. Разные способы решить ту или иную производственную задачу и другие важные детали обсуждают на еженедельных совещаниях в мэрии. Они проводятся первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко. Совместно с представителями заказчика строительства метро, Минстроем Самарской области, а также городскими профильными службами. Сегодня речь шла об окончании переноса и переподключении водовода в зоне метростроя в историческом центре. Завершаются работы до 30 числа по части водовода, который у нас идет в сквере, где памятник Листаковичу. С проколом прошли через Красноармейскую, там в районе, где столовушка, то ли завершается вся работа. Еще первый вице-мэр Владимир Василенко рассказал, что в конце декабря, ориентировочно 29 или 30 числа, специалисты могут принять решение о частичном ограничении движения на улице Красноармейской от Фрунзе до Самарской. Это также связано с переустройством инженерных коммуникаций. Пока же окончательное решение относительно частичного перекрытия и организации движения общественного транспорта не принято. Строители и власти города прикладывают все усилия, чтобы минимизировать неудобства для горожан. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию, станция театральная свяжет отдаленные районы с историческим и культурным центром города. Добраться до него можно будет за 20-25 минут. Также, как рассказали представители профильного предприятия, сократится и интервал движения поездов в подземке. Время прибытия на станции уменьшится до 6-8 минут. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.